В семье должников отключают от теплоснабжения. В этот раз специалисты предприятия теплокоммунэнерго обратили внимание на потребителей, имеющих долги свыше 30 дней. Если рейдовые мероприятия не принесут результатов, то теплоснабжающая организация намерена подать иски в судебной инстанции. Управление сбыта государственного коммунального предприятия теплокоммунэнерго продолжает активную работу с должниками. В этот раз сотрудники теплоснабжающей организации выехали в очередной рейд с представителями тепловой инспекции. Стоит отмечить, что работа с потребителями, имеющими долги, проводится ежемесячно. На сегодняшний день предупреждения получили 135 юридических и 127 физических лиц. Однако не все абоненты торопятся оплатить полученные услуги. Один из них – ТО «ЦАРП». Задолженность предприятия за тепло составляет около 1 миллиона 200 тысяч тенге. Во время рейда руководство товарищества на месте не оказалось. Тем не менее, было принято решение отключить его от теплоснабжения. По данному объекту были вручены уведомления в январе месяце, в феврале, в марте. То есть, так как абонент не производит оплату, мы вынуждены были сегодня отключить от подачи тепловой энергии. Следующим этапом будет уже подача иска в суд. То есть, по окончании месяца, то есть, начисление месяца, по окончанию отопительного периода, мы вынуждены будем подавать иск в суд. По словам представителей теплоснабжающей компании, общий долг по теплу составляет 456 миллионов тенге. Из них 298 миллионов тенге – это долги простых потребителей, а 157 миллионов тенге – это задолженность юридических лиц. В ходе мероприятия участники рейда посетили ресторанно-гостиничный комплекс, сумма долга которого превышает 953 тысячи тенге. Однако, несмотря на большие долги, представители предприятия не отключили объект от тепла. По данному объекту, значит, абонент внес, сегодня уже успели произвести частичную оплату, а также предоставили гарантийные обязательства о полной погашении задолженности. Соответственно, данный объект не был сегодня отключен, но также были вручены дополнительные уведомления о том, что до конца отопительного сезона данная задолженность должна погашена. К отоплению должники будут подключены только после полной оплаты долга. Кроме того, нужно будет оплатить и стоимость самого подключения, а это около 100 тысяч тенге. Представители предприятия говорят, что они вынуждены идти на эти меры. Если и это не поможет, то далее документы будут направлены в суд. Для того, чтобы не доводить до крайних мер абонентам, нужно вовремя оплачивать полученные услуги. Хотелось бы обратиться к населению, к абонентам теплокоммунерго, юридическим лицам, чтобы задолженность не накапливали, так как отопительный сезон подходит к концу. Буквально остался практически месяц, 15 апреля закрытие официальное. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы наши абоненты оплачивали своевременно за тепловую энергию. Рейдовые мероприятия будут проводиться до конца отопительного сезона и в течение предстоящего лета. В настоящее время по городу Семей в производстве судебных исполнителей находится 758 материалов в отношении физических и юридических лиц на общую сумму 93 миллиона тенге. Сама Цикенов, Раскуль Мадвасова, Айдос Айталиев, телеканал Семей.